Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самарской области стартовал второй день голосования. По итогам первого дня явка составила более 25%. В регионах России падает спрос на жилье на фоне отмены программ льготной ипотеки. В июле банки выдали в 4 раза меньше кредитов, чем месяцем ранее. Прикоснуться к прошлому, чтобы понять настоящее и будущее. На станкозаводе открылась выставка «Промышленное наследие». В Самарской области стартовал второй день голосования. Жители региона выбирают губернатора, а в Новокуйбышевске еще и депутатов городской думы. В ряде муниципалитетов – депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам. Напомним, по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 25,51%. Свой выбор сделали более 600 тысяч человек. За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках, следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Одним из первых в субботу проголосовал председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев на участке 5093 в школе номер 149. Он отметил, что трехдневное голосование дает отличную возможность воспользоваться своим конституционным правом в любое удобное время. Это не то, что чисто долг, датская обязанность. Это, в первую очередь, право, которое дано выбирать и высшие должностные лица государства, президент, губернатор. Значит, у нас выборы проходят по представительным органам власти, депутатов, начиная от сельских советов, внутригородских районов, ну и заканчивая городским и законодательным собранием. Вот, то есть, какие бы увлечения у человека не были, да, то есть, вот какая занятость, в течение трех дней есть хорошая возможность проголосовать. Поддержала коллегу и депутат Зоя Пономарева. Она проголосовала на участке 26-27 в 133-й гимназии. И выразила мнение, что именно выборы исполнительной власти региона наиболее важны для дальнейшего развития области. А выборы исполнительной власти региона – это особенно важное событие, потому что от этого зависит и политическая, и экономическая ситуация в регионе. И отдав свой голос, я голосую за будущее своей семьи, своей страны. И я проявляю не только голосованием свою активную гражданскую позицию, но и выражаю свое мнение. На избирательном участке 26-58, который расположен в школе 101, приняла участие в голосовании Екатерина Гудзима, член регионального штаба Народного фронта. Я всегда голосую с 18 лет. Это уже очень большое количество выборов, в которые я, как избиратель, приняла участие. Хочу сказать, что никогда не пропускаю выборы. Вообще, ощущение и энергетика этих дней, когда проходит выбор, она абсолютно своя, особенная. И всегда какое-то приподнятое настроение в эти дни, потому что это, прежде всего, связано с надеждами на какие-то изменения, качественные преобразования. Особенно в той сфере, которую я курирую, это сфера ЖКХ. Конечно же, преобразование в ней ждут все абсолютно жители и Самарской области, и Российской Федерации. В регионах России падает спрос на жилье на фоне отмены программ льготной ипотеки. В июле банки выдали в четыре раза меньше кредитов, чем в июне. При этом цена на жилье не снижается. Что происходит на самарском рынке недвижимости? Каких изменений ждать, выясняла Светлана Кудрявцева. Выдача льготной ипотеки в этом году упадет на 40%. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил председатель правления одного из крупнейших банков страны Герман Греф. Всему виной отмена льготных программ кредитования. С июля перестала действовать массовая ипотека со ставкой 8%. Теперь покупатели вынуждены ориентироваться на рыночные условия, где ставки превышают 20%. Спрос на жилье в итоге сократился в четыре раза. Если в июне, по данным Дом РФ, банки выдали 49 тысяч кредитов на общую сумму 210 миллиардов рублей, то уже в июле 12 400 кредитов на сумму 52 миллиарда. Резкий рост цен уже сам по себе ограничил определенный объем спроса. Такая обстановка сложилась у нас уже в 22-23 году с ограниченным спросом, но тем не менее сделки продолжались. Все сделки были до тех пор, действительно, пока существовали программы льготной ипотеки. По окончании этих программ у людей просто не осталось возможности финансировать покупки квартир. С этим столкнулась вся Россия, все регионы, мы не исключение. Безусловно, на сегодняшний день спрос, наверное, находится на минимальном уровне. Предложения пока на рынке присутствуют, потому что застройщики пользуются программами проектного финансирования, соответственно, нехватку средств в стройке им покрывают банки. Соответственно, стройки не останавливаются, стройки идут. Безусловно, формируется некий задел на будущее. При этом цены на жилье, как того стоило бы ожидать, на фоне снижения спроса не падают. Вряд ли будет снижение и в будущем. Скорее всего, стоимость зафиксируется на достигнутом уровне. На сегодняшний день за ростом цен на недвижимость, конечно, произошел рост колоссальных цен на строительные материалы и услуги строительных организаций. Поэтому себестоимость строительства тоже выросла кратно. И на самом деле строителям двигаться некуда. Мы уже проходили через такие периоды неоднократно в новейшей истории России. И если судить по опыту прошлых периодов, как правило, это заканчивалось тем, что цены замерзали на какой-то период времени. Рынок вставал на полгода, год, полтора, даже два года стояли рынки у нас. Потом возобновлялась активность на рынке, но цены фиксировались как раз на той полочке, на том достигнутом уровне, на котором, собственно говоря, и замерзли. Эксперты уверены, что сегодня не то время, чтобы вкладываться в недвижимость или пытаться заработать на перепродаже квартир. На рынке сейчас доминируют только срочные продажи. Воспользоваться особыми условиями кредитования с господдержкой теперь могут только семьи с маленькими детьми, сотрудники IT-компании и сельские жители. Все остальные покупатели пока в ожидании лучших условий. В Госдуме ранее сообщили, что сейчас разрабатывают четыре новые программы льготной ипотеки. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Далее, коротко о других темах дня. В субботу 7 сентября в Самаре 22-летний водитель сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Примерно около часа ночи мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, сбил пешехода на московском шоссе. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, уточнили в ведомстве. На месте ДТП работали оперативные службы, выясняя все обстоятельства. В Самарской области 9, 10 и 12 сентября отключат свет в нескольких районах. С 8 утра до 5 вечера в селе Белозерки, поселке Нур, поселке Подлесный, в сельском поселении Черновский, в сельском поселении Черноречья, в поселке Чапаевка. Также произойдет отключение электроэнергии в Красноармейском районе. Электричества не будет во вторник, 10 сентября, с 9.30 до 14.00 в поселке Куйбышевский. Это связано с ремонтными работами. Также электроэнергию отключат в четверг, 12 сентября, с 9.30 до 14.00 в селе Андросовка Красноармейского района. В Самарской области от гриппа вакцинировались 180 тысяч жителей. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Как отметил руководитель ведомства Армен Бинян, ежегодная прививка – это простое правило профилактики вирусной инфекции. Безопасные и эффективные. Это всегда выбор в пользу сбережения здоровья и защиты близких и всех окружающих. Узнать информацию о пунктах вакцинации можно на сайте Министерства. В субботу, 7 сентября, с 20.30 до 22.00 в Летнем театре Струковского сада пройдет вечер романсов с участием заслуженной артистки России Екатерины Гусевой в сопровождении пианиста Александра Покитченко. Концерт завершит первый день фестиваля духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Перед концертом с 18.00 до 20.00 выступят Нижегородский губернанский оркестр и военный оркестр штаба Черноморского флота из Севастополя. В Летнем театре оборудован партер на 700 мест. Ход и рассадка будут свободными. В Самаре запланировали инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны – бомбоубежищ. Проверке подлежат защитные сооружения, убежища, противорадиационные укрытия. Проект соответствующего постановления подготовили в администрации. Инвентаризация проводится для уточнения сведений о наличии и состоянии сооружений и для повышения эффективности их использования. Проверку должны будут завершить до 11 октября 2024 года. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары для родителей, начало нового учебного года – стресс или праздник. Мне кажется, 50 на 50. В любом случае, мы всегда переживаем за наших детей. Это, мне кажется, вечный партнер нашей тревожности за наших маленьких. Поэтому это и праздничное событие, конечно же, ну и тревожное в какой-то мере. Я думаю, что 1 сентября все-таки не стресс. А вот может быть конец года, тогда, когда начинаются экзамены, тогда может быть и стресс и для родителей, и для детей. Это больше испытания, я считаю. Учебный год – это тяжело. Учиться надо, сидеть с ребятками, все-таки заниматься. Сейчас как-то требования большие к детям. У меня в этом году получается один первоклашка, другой ребенок пошел в третий класс. Поэтому небольшой стресс, потому что непривычно, когда собираешь одного ребенка в школу. Кажется, это в удовольствие, это праздник, когда два ребенка нужно успеть к одному на линейку, к другому. Есть небольшой момент, но мы все успели, и это самое главное. Я думаю, стресс. Потому что сейчас все равно у нас по поводу воспитания в школах есть разница, как нас раньше воспитывали в наше время, какая программа обучения была и какая сейчас. Естественно, некоторым родителям приходится учиться вместе с детьми. А так как в нашей жизни очень много гаджетов, естественно, детей тяжело заставить. Поэтому я считаю, что это стресс. Для меня стресс, а для Натальи она уже... Хотя я опытная мама, у меня третий ребенок пошел в первый класс, но все же я понимаю, что это стресс. Сейчас больше направлено, что делают родители. Потому что очень много докладов, всяких информационных вещей, которые ребенок не справится. Детский смех, улыбки, радости, атмосфера добра. В каждом районе Самары прошел праздник, посвященный Дню Знаний. Его гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Ученики начальной школы смогли не только пообщаться, но и получили вкусные подарки. А тем детям, кто не смог прийти, презенты обязательно передадут. Я считаю, что для них это важно. Они выходят в свет, они делятся своими достижениями, успехами. Своими, может, какими-то практиками. Потому что у кого-то получается что-то, у кого-то не получается. Поэтому для них, мне кажется, это очень хорошо. В День города жители смогут лучше узнать историю Самары. 7 и 8 сентября организованы более 100 бесплатных пешеходных экскурсий с профессиональными гидами и не только. Есть аудиоэкскурсии, которые человек может пройти самостоятельно. Для этого нужно записаться на экскурсию заранее, пройти на точку старта, взять специальное оборудование, наушник и пройти по маршруту уже без присутствия гида. Аудиоэкскурсии можно будет пройти совершенно самостоятельно с помощью своего мобильного устройства, отсканировав QR-код, перейдя на сайт и также нажать кнопку «Плей». Еще одно новое интересное направление этой экскурсии с помощью Telegram-бота. На сайт Самара 438 будет опубликован QR-код, ссылочка, по которой человек может спокойно перейти. И также выбрать любой удобный для себя маршрут, интересный ему самое главное, и по нему пройти совершенно в любое время. Записаться на экскурсии можно до 8 сентября, с 10 утра до 20 часов, по телефону, указанному на экране или на сайте городской администрации. Прикоснуться к прошлому, чтобы понять настоящее и будущее. В столице региона на станкозаводе открылась выставка «Промышленное наследие». На ней представлены карты с чертежами главных промышленных заводов Самары. О чем рассказали гостям узнала Полина Челюкова. Завод имени Масленникова, 4-й и 9-й ГПЗ, завод Клапанов, заводы Рейд, Кенап, Сокол, Средневолжский и Станкозавод – предприятия, которые внесли огромный вклад в развитие Самары, но которых уже нет на карте города. Чтобы не дать памяти о них кануть в лету, в столице региона открыли выставку «Промышленное наследие». Гостям представили карты, где обозначены когда-то стоявшие в Самаре заводы. Это был такой нетронутый нами пласт, но очень важный. Очень важный хотя бы потому, что с ним связана судьба истории сотен тысяч людей, которые живут в этом городе. Мы занимались настоящими, такими очень трудоемкими исследованиями этого процесса. И очень хорошо, что мы выявили людей, которые смогли нам рассказать об истории этих предприятий. Поэтому я считаю, что этот проект очень важный. Мы его, знаете, вовремя, мы вовремя его сделали. Еще бы 10 лет и все. И уже больше дальше было некому вспоминать. При подготовке выставки опирались на рассказы самарцев. Автор экспозиции Анастасия Кнор рассказывает, работа была сложной. Каждый экспонат – это рассказы и воспоминания как минимум трех людей, которые работали на этих предприятиях. Один из них – Геннадий Кулаков. Вместе с Анастасией он принимал участие в поиске когда-то работавших на заводах. Это нужно настолько яростно пропагандировать, что это было. Это настолько надо яростно показывать, что это было. На открытии выставки также презентовали книгу «Когда заводы были большими». Для гостей провели экскурсию. Увидеть выставку можно до 7 октября. Полина Челюкова, Константин Головин. События. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты прямо сейчас. Знаковое для города событие. После реставрации открылся один из самых ярких символов Самары – дача со слонами. В Самаре сегодня откроется литературный сквер. Его главным украшением станет памятник писателю Алексею Толстому. В Самаре начался фестиваль на сопках Маньчжурии. Какая программа ждет горожан? На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok